Двигатель 2,4 бензиновый, 126 литров, 126 лошадиных сил механическая коробка передач. Полный привод. Машина 2006 года выпуска. Фары рабочего света. Поставил рабочий свет. Спереди две светодиодные ауфрод 72 ватт штука, сзади обычная галоген 100 ватт. Свет просто шикарный по полям, по лесам самое то, подключал естественно через реле и прикупил два тумблера. Не пожалел, что поставил. Выкинул штатную магнитолу на помойку. Не секрет, что у нас штатная магнитола просто никакая, естественно это нужно исправить, по случаю приобрел головное устройство от ТАХА. Ну и внедрил естественно, 8 дюймов, навигация, камера и тому подобное. Теперь очень удобно прицеплять прицеп. Подъезжаю в плотную до миллиметра, ну и звук стал естественно лучше. Свет в багажнике. Никто не будет спорить, что у нас в багажнике не особо светло, естественно надо исправлять. Лежали у меня плафончики от BMW, от какой не помню, валялись уже лет 20. Решил их внедрить в мою замечательную машину, лампочки были обычные, я поменял их на диодные две планки, заказывал с Али. Все отлично вкричилось и потом внедрил в заднюю крышку, где у нас углубление для закрывания, все равно они неудобные, я ими не пользуюсь. Маленький фонарик с линзой, тоже от Али, подработал его немного. Рабочий свет. Заднее сиденье. Доработал петли. Теперь раскладываются до передних спинок, щели нет вертикально и красиво. Приварил на петли П-образный профиль 4,5 сантиметра высотой. У нас сиденье не откладывается до конца из-за профильного пола. Теперь я это исправил и сидеть сзади удобней и полезная площадь при раскладывании сиденья увеличилась. Руль в псевдокожу. Обшил руль рыбьей кожей. Для первого раза, я думаю, нормально получилось, теперь закажу оплетку из настоящей кожи, рыбья вытрется быстро. Обошью натуральной. Подогрев зеркал. Так как у меня подогрева зеркал нет. Я решил это исправить, куплены, по случаю элемент 3М2 штук. И началось, самое сложное было, очистить зеркало от старого клея или герметика, мудохался, наверное, час. Но все-таки очистил, потом обрезал элементы, приклеил с одной и со второй. Нужно немного подрезать пластмассовую арматуру, чтобы не мешали контакты. И сборка. Ну и зался протаскивать провод в штатную гофру, но сделал по феншую. Подключил на штатную кнопку, обогрев заднего стекла. Результатом очень доволен. Прикупил себе Купер Дискавр СТТ24570R17. Уже собрал, все отлично. Балансируется великолепно. Для такой резины отлично. На машину пока не ставил, на такой резине не влезает по высоте в гараж с багажником. Да пока и не нужно, поеду на рыбалку Адену. Поменял прокладку крышки головки. Когда менял свечи, увидел сопливость в двух и трех колодцах, в принципе совсем не критично, даже свечи суть. Сначала хотел поменять одни кольца на колодцах, можно купить отдельно, но решил менять все, машине все-таки пробег 100 тысяч километров. Прокладка даже не потела. Крышку еле отодрал, никто никогда туда не лазил. Кольца естественно были уже дубовые, прокладка в принципе тоже. Нет, ручка коробка передач. Поменял ручку коробка передач. Заказывал на Али, могу менять по настроению и времени года, все подходят практически без всяких переделок. Рычаг немного подрезал сразу же, когда купил авто не люблю длинный. Замена сцепления. Поменял сцепление комплект Экрди МБК 2030, Япония, пробег 101 тысяча километров. Фоток процесса нет, менял в одно лицо, пришлось выбирать, либо фотографировать, либо работать. Я выбрал второе, делал на яме. Особых засад не было, могу только сказать, если бы не было рамы, один я бы не справился бы. Коробка очень тяжелая, в сборе с раздаткой, рама очень помогла. Оправку сделал от классики, подошла отлично, надо подмотать немного и подрезать. Процесс занял 6 часов. Педаль осталась тугой, как и была, я мягкости и не хотел, сцепление, по заявлению, усиленное. Кому хочется мягкости, ставьте в оле. Попутно поменял сальник переднего фланца раздатки, генератор от Шевинивы. История такая, стали скачки до 19 вольт. Моторчик печки, как ураган, свет можно ослепнуть, насос топливный, работает как компрессор, ну и тому подобное. Понятно, что это регулятор, но у нас в генераторе все залито в крышке, поэтому решил поменять гену целиком. Выбирал из двух Виговский 90 А и Шифнива 120 А. Выбрал Вазовский. Естественно, к нашим машине он не подходит крепеж, но руки вроде растут из правильного места, в общем поставил. Виговский проще ставить и переделок меньше, но одно название газ не внушает доверия, заодно поставил трех-трехуровневый регулятор Энергомаш все получилось, в среднем положении выдает 14.2 вольт. Включил все, что можно, а у меня много чего можно включить, просаживается до 13.9 вольт и все, хоть холостые, хоть газуй. Очередная шкурка на руль. Поставил новую оплетку на руль, в принципе нормально. Тормозные диски. Пробег 102 тысячи километров, пора поменять диски тормозные. Покупал все бюджетные, на Митсубиси денег нет, перечень запчастей. Эшикр 60 05 599 диск тормозной передний вентилируемый 2 штук, Эшикр 50 05 585 колодки тормозные дисковые передние, Мусаши F4146. Сальник ступицы колеса переднего 2 штук, Грейт Уолл 350 6104, Ди 0 1 шланг гибкий 2 штук. Заодно поменял шланги тормозные. Сложного особо ничего нет, повозился только со снятием старого диска, со ступицы ну и со шлангами тоже немножко, ступичные подшипники менять не стал, промыл и смазал по новой, состояние хорошее. Все запчасти подошли идеально. Полезный тюнинг Изготовил вот такую штукенцию, для охоты, рыбалки вещь незаменимая. Осталось покрасить и можно пользоваться. Тюнинг старых барабанов. Делать было нечего, погода отличная, решил обновить барабаны. Решил поменять бак Стал замечать, что бак потеет особенно по швам, бензин практически не льется, но неприятно, подкапывает только когда в баке больше половины уровня. Принято волевое решение бак поменять, менял без ямы, в одно лицо, по времени полтора часа. Я думаю, теперь хватит его еще на 10 лет. Хотелось бы в это верить, бак стоит 3470 рублей. Ну и доставка 2500 рублей. 6000 рублей считаю нормально. Заодно прикупил концевик на порог. Реанимация глушителя Позавчера заметил, что глушитель стал попедовать, тишина нарушила. Я, конечно, знал, в чем тут дело. Я его уже лечил 4 года назад. Ну что ж, вылечим и в этот раз. Еще поживет, тем более он родной. Прижился компрессор Внедрил компрессор Беркут-17 Как будто там и жил, ниша именно для него. Даже есть штатная железная площадка, правда не знаю для чего она нужна была, запитал напрямую от Акума. Все очень, чинно и благородно, качаю много, три лодки, матрасы, подушки и тп. Ну и крепление лопатки и ножа. Не люблю, когда что-то болтается. Полка для спания. Изготовил вот такую получку. Чтобы не брать с собой скиф, когда рыбалка. Охота на одни, две ночи. Два надувных матраса легко помещается. Два человека комфортно спать. У меня рост 194. Никаких неудобств нет. Полка, если что, легко ставится и снимается. По высоте можно немного регулировать, примерно 4 сантиметра. Противотуманный LED. Решил поменять противотуманки. Заказывал в Китае. Пришли быстро, мерил, мерил и решил не ставить. Показались большие, даже выставил на Авито. Но делать было нечего, да и погода радует, все-таки решил внедрить это чудо. В общем я доволен, свет нормальный, граница четкая, пучок широкий, никого не слепит, теперь ближний можно не включать. Как то так. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok